Всем привет! Сегодня на нашем прозекторском столе тест-лаба портала kenderu.ru смартфон от компании Huawei. Да, это P10, но не старшенький двухкамерный, как холодильник, а попроще с приставкой Lite. Заслуживает ли этот аппарат внимания и имеет ли право на существование, несмотря на обилие конкурентов даже в модельном ряду самой китайской компании? Аппарат добрался до тест-лаба в комплектации SS, ну то есть файлики и протертой тряпочкой, но о содержимом коробке судить мы не можем. Зато можем судить о внешности аппарата, и она определенно удалась. Тут и модное стекло 2.5D, и металл, и все это выполнено в едином стиле с прошлыми поколениями линейки P и с текущими флагманскими устройствами. В руке смартфон лежит вполне отлично, но с обилием стекла связан один небольшой недостаток. Спинка смартфона через некоторое непродолжительное время становится мечтой доктилоскописта из районного отдела внутренних дел. Зато, дожили, приходится этому радоваться, зато есть разъем в 3.5 мм, что позволит адептам проводных наушников не страдать с переходниками и прочими ухищрениями. Основной разъем, к слову, кстати, тоже эволюции не подвергся, так что срочно делать запасы кабеля стандарта Type-C тоже пока нет необходимости. Все же P10 Lite это не тот смартфон, на который владелец перейдет с чего-то с новым разъемом, да и для бытовых задач среднестатистического пользователя microUSB пока вполне достаточно. Прежде чем мы перейдем к аппаратной составляющей P10 Lite, давайте посмотрим на эволюционирующую оболочку под именем EMUI, Emotion User Interface, ну или эмоциональная пользовательская между мордей, если так кому проще будет. Под оболочкой пятой уже версии, понятное дело, Android 7. Huawei уже достаточно давно и тщательно работает над тем, чтобы аппараты под их брендом были узнаваемы не только внешне, что сейчас иногда бывает трудно реализовать, но и внутренне, поэтому на голый Android старательно натягивается довольно милая шкурка. И ладно бы это были просто свистелки, рюшечки и бантики. Нет, оболочка традиционно насыщена самыми разнообразными мелочами, которые кому-то облегчают жизнь, кому-то просто покажутся интересным решением, и если камерам коснемся чуть ниже по ходу обзора, то упомянуть ряд полезняшек мы можем уже сейчас. Само собой в аппарате имеется сканер отпечатков пальцев, но используется он не только для того, чтобы прятать домашние фоточки, видео и смски от банка. Поскольку диагональ в 5,2 дюйма многим может показаться слегка великоватой, можно к примеру свайпом по сканеру вытаскивать шторку уведомлений, чтобы не тянуться к ней через весь экран. Можно и модифицировать на экранные системные кнопки, и как поменять местами клавиши многозадачности и возвращения назад, так и добавить к ним точно ту же возможность вызывать шторку по тапу на спецсимвол. Всё сделано для того, чтобы пользователь мог адекватно пользоваться своим устройством. Если вам не нравится то, что все иконки приложений валятся просто так на рабочие столы, воля ваша, включаем режим отображения меню приложений и работаем так, как привыкли. Из прочего предустановленного ряд сервисов Яндекса, пары игр, да фирменные приложения вроде того же Huawei Здоровья, или ряд системных софтинок для работы с памятью и производительностью. Ну и автораспознавания кармана, штука тоже полезная. В аппарате очень даже неплохой, если не сказать прекрасный дисплей в 5,2 дюйма, как мы уже говорили, с разрешением Full HD. Это хороший IPS с отличными углами обзора, хотя и имеющий некоторую склонность к нелюбви к яркому летнему солнцу. Впрочем, при должной сноровке можно подобрать не только подходящую яркость, с этим справляется и автоматика. Гораздо интереснее выглядит реализация настроек, цветовой температуры и прочих более глубоких параметров картинки, так что обиженным не уйдет никто. Если говорить об аппаратной начинке, то здесь мы видим фирменный Huawei Hi-Silicon Kirin 658, модный кластерный чип, выполненный по 16 нм техпроцессу, с частотами в 1,7 и 2,1 ГГц, ну на кластер. То есть это как Kirin 655, только самую малость подразогнанной, не более того. Понятное дело, что в бенчмарках и прочих пузомерках количество неизвестных науки единиц составляет вполне сносные 60 тысяч баллов для Antutu, или 900 и 3200 баллов в Geekbench. Помощь процессору придана 3 ГБ оперативной памяти, чего при упомянутом чипе и при экране 1920 на 1080 точек вполне достаточно, как для обеспечения повседневных задач, выполняемых в оболочке и Motion UI, работы с сетью, тонны вкладок в хроме и тому подобное, просмотр видео, включая, кстати, весьма тяжелые файлы разрешением до 4К. Это вполне годный мультимедийный аппарат. Традиционно погоняли пачку игрушек, которые, на взгляд нашего тест-лаба, работают весьма неплохо. Впрочем, в этом вы можете удостовериться и сами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А что у нас осталось на закуску? Камера, батарейка, слот расширения, связь, довердикт. Ну, начнем с камеры. Что разительно отличает P10 Lite от старших собратьев? Ну, не железо же ставить во главу угла, когда мы говорим о бюджетном аппарате, который только по модельному ряду относится к семейству P10. Так вот, главное отличие к камере, то есть в случае с Lite, камера одна. Что, впрочем, не особо сказалось на изощренности китайских софтописателей. Есть и возможность создания красивого боке, и масса дополнительных фишек, вроде фризлайта, и фильтры всякие прямо в самом приложении камеры можно делать удобно, ничего не скажешь. Полный джентльменский набор. Разрешение основного модуля 12 мегапикселей, фронтального 8. Гонка мегапикселей завершена, и это не может не радовать. Аккумулятор на 3000 мАч не то, чтобы прям уж очень много по современным меркам, но при среднестатистическом режиме использования музыка в транспорте, твиттер с телеграм, в обед немного ютюб, немного голосового общения, и часов за 12 такого щадящего использования аппарат сядет процентов, пожалуй, на 60-70. Ну, добавим сюда развлечение с камерой, оно того стоит. И вот наш насыщенный трудовой день отнял у P10 Lite все силы. Впрочем, не беда, кушает аппарат достаточно проворно, умеет заряжаться и очень быстро, и в случае перегрева весьма медленно, так что батарейка проживет в облегченном флагмане достаточно долго, уж точно до выхода какого-нибудь, ну, P11 Lite. Игры кушают вполне умеренно, но греется аппарат ощутимо, если вы большой любитель гоночек и прочего. В крайнем случае, есть разнообразные средства экономии энергии, так что и при 15% заряда без связи вы можете не остаться. Кстати, да, связь. LTE есть, 3G есть для основной симки. Вторая будет жить в 2G и давать вам возможность совершать голосовые вызовы. Но если вы не адепт двухсимочного бытия, флаг вам в руки и микроиздих хоть на 256 гигабайт в слотик вместо сим-карты. По телефону я говорить пробовал, по районам со сложным покрытием побегал, проблем не обнаружил. Стоит ли упоминать поддержку Bluetooth версии 4.1, а Wi-Fi? Не думаю, было бы странное их отсутствие. А что в остатке? Да, пожалуй, Huawei P10 Lite, это очень интересный бюджетник этого сезона. Не надо будет поступаться разъемом мини-джек и новыми кабелями обзаводиться. Надо только одну простую вещь запомнить. Если вы решительно целились на P10 Lite, старательно посмотрите на полку магазина. Потому что вполне случайно, ненароком вам может захотеться что-то от тех же Huawei, только попроще или поинтереснее, или подвухкамернее. А там таких моделей чуть ли не с десяток. Как раз как и герои нашего обзора с 16 до 20 тысяч рублей, ну в среднем. Ну вот наиболее актуальным с точки зрения грядущего обновления программного обеспечения операционной системы будет именно Huawei P10 Lite, а не P8 Lite 2017, P9 Lite, Huawei Nova, Huawei Honor 6C, 6X, 8 Lite или 8. Ну а на этом Tesla портал kenderu.ru говорит вам пока. Как говорил Барни Стинсон в сериале «Как я встретил вашу маму» Чем новее, тем лучше.